Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Тюксяев, приветствую вас в студии Альянс Медиа. Сегодня я хочу рассказать про две модели чешского производителя, чешской сбурьевка. Это Чезет Evolution Warmind GG в таком исполнении и Tom Holt Gray в исполнении в таком. Обе модели в калибре 22 LR. Это малокалиберная винтовка. И вы уже обратили внимание, что ложи этих моделей достаточно оригинально выглядят. Это такой спортивный, агрессивный дизайн. Выполнены они из переклеенной древесины, так называемый ламинат. Проще говоря, это фанера, но очень качественная. И она специально переклеена разным цветом слоев. И при срезе вот таких вот этих слоев получается оригинальный рисунок. В данном случае у Tom Holt Gray он серо-черный. И у Evolution Warmind GG это зеленый с серыми и с коричневыми прожилками. Я уже неоднократно держал эти модели в руках. И могу сказать, что даже для моей крупной руки хват вот этих оригинальных ложей очень хороший. То есть пистолетная рукоять очень ложится прекрасно в руку и комфортно ощущает себя. Я вам скажу, что даже в перчатках в зимний период можно совершенно нормально держать эту рукоять. И прицельность стрельбы от этого не ухудшится. Вы уже обратили внимание, что нет ни на том, ни на другом стволе прицельных приспособлений. Стволы, в общем-то, варминтовские, толстые, мощные. У модели Tom Holt Gray это ствол с долами. Так называемые долы ребра жесткости, которые увеличивают, улучшают качество стрельбы, увеличивают точность. Еще я могу сказать, что такой ствол меньше нагревается. Поверхность его увеличена за счет этих фрезеровок. И он быстрее отдает тепло. По тактико-техническим данным могу сказать, что ствол и той, и другой модели 525 мм длиной. И общая длина модели 975 мм. Достаточно короткая. Вес 3,4 кг. О чем это говорит? Ствол достаточно тяжелый. И вся металлическая часть достаточно тяжелая. И могу сказать точно, что это оружие больше подходит для спортсменов. Но если охотников не смущает такой вес оружия, то и охотники, конечно, могут замечательно пользоваться этим оружием. На ствольных коробках обоих моделей выполнена фрезеровка «Ласточкин хвост». Для того, чтобы можно было закрепить любые прицельные приспособления, которым, в общем-то, обязательно надо пользоваться при использовании этой винтовки. И она дает возможность, эта фрезеровка, поставить любую планочку вивера или пикатини, для того, чтобы можно было ставить быстросъемные крепления для оптики или для ночных, для ночников каких-нибудь. Либо поставить стационарные кольца и уже установить свою любимую оптику для того, чтобы прицельно стрелять из этой винтовки. Лажи обеих моделей заканчиваются одинаковыми затыльниками с такой хорошей пористой резиной, которая смягчает удар от отдачи. Гарды выполнены из металла, и спусковые крючки тоже такие же металлического черного цвета. У обоих моделей магазины извлекаются нажатием на клавишу «Впереди». В данном случае у Evolution Warmin GG это пластиковый магазин на 5 патронов 22LR. У Tom Hall Grey это металлический магазин. Он комплектуется металлическим магазином на 5 патронов тоже 22LR. Точно так же устанавливается до щелчка. По спусковому крючку могу сказать только то, что в любом случае вы сможете отрегулировать усилие спуска, но только когда вы разберете оружие, и это можно показать в отдельном видео, я потом это вам обязательно покажу. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что лажи очень оригинальные. Как и у всей семьи Чезетов-455-х, затвор извлекается из ствольной коробки нажатием на спусковой крючок. И точно так же устанавливается нажатием на спусковой крючок. Чтобы сделать холостой спуск, необходимо в последнем движении рукоятки затвор нажать на спусковой крючок. Вот таким образом. Предохранитель у этого оружия двухпозиционный, в данном случае предохранитель снят. Вы видите красную точку, которая закрывается рычагом предохранителя при его установке на предохранитель. Вы не можете произвести выстрелы, и блокируется затвор, его тоже невозможно извлечь. Как только вы снимаете с предохранителя, производите выстрел, и естественно уже освобождается раз на запор. По поводу стрельбы из этого оружия хочу сказать следующее, что такой ствол варминтовский дает очень большие возможности по дальности. Потому что оружие, естественно, меньше нагревается, как я уже говорил. Ну и в завершение, ребята, хочу сказать о том, что этот ствол варминтовский и это оружие моделей ЧЗ-455 Том Холл Грей и Эволюшин Вармин Джи Джи принесет вам большое удовольствие при стрельбе, при стрельбе по мишеням, если вы спортсмен-стрелок, и поможет добыть вам какую-то замечательную добычу, трофеи в охоте, если вы охотник. Желаю вам удачи в этом, и хочу попросить вас об одном. Обязательно оставляйте свои комментарии и вопросы под нашим видео. Мы на все вопросы ваши ответим и постараемся квалифицированно прокомментировать то, что вас волнует и интересует. До встречи на Альянс Медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова